Здравствуйте! Прямой эфир телеканала Юрген продолжает программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борш. Сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт Алексей Башканов. Алексей Сергеевич, здравствуйте! Добрый день, Катя! Добрый день, уважаемые телезрители! Тема эфира у нас сегодня очень интересная. Звучит она так «Ком в горле». Телефон прямого эфира 516767. Если с вами такое случалось, что вы при этом делали? Звоните, может быть, задавайте вопросы. Алексей Сергеевич, ну что это такое все-таки «Ком в горле»? Вроде как знакомое состояние с давленностью. В чем причина? Катенька, скажите, а у вас когда-нибудь было ощущение того, что у вас «Ком в горле»? Наверное, да. А когда? После чего? Не помню, по-моему, нервничала очень сильно. А из-за чего нервничала очень сильно? А давайте попытаемся вспомнить. У нас сегодня прием у меня, да? А если нам телезрителям объяснить? Ну хорошо, давайте объясним телезрителям. Итак, вот для телезрителей и для Кати, которая стесняется вспомнить, когда у нее возник «Ком в горле». А мы с вами, уважаемые телезрители, должны знать, ведь я не зря спрашивал Катю. Дело в том, что у женщин «Ком в горле» или ощущение «Кома в горле» возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Потому что мы более нервические особые или как? Исключительно потому, что вы более нервические особые, да, из-за того, что вы все очень близко принимаете к сердцу, из-за того, что вы более эмоциональны, нежели мужчины, или, скажем так, можете себе позволить быть более эмоциональными, чем мужчины. Что такое «Ком в горле»? «Ком в горле»? Вот когда-нибудь было у вас ощущение, что вы подавились косточкой рыбной? Вот многие телезрители, да, сейчас наверняка, каждый второй давился косточкой, да, и кто-то спасал. Я, например, своему собственному ребенку, никогда не забуду, когда у него застряла кость в горле, а что было под рукой? А ничего, ножницы. А, беру ножницы и ножницами достаю косточку из горла, да. И бедный ребенок, и вот я успокаивал, приводил себя. Так вот, ощущение кума в горле люди описывают то же самое, как тогда, когда вот проглатывается кость. Что-то вот здесь вот встало, что-то мешает, глотнуть не могу, ощущение, что там все поцарапано, ощущение того, что вот тисками сковывает горло. И причем это не обязательно может быть невротическая этиология, да, то есть это не обязательно может быть невроз. Это может быть эндокринное заболевание, да, это может быть гипертиреоз, это может быть заболевание, связанное с лор-направленностью, да, и необходимо обратиться к лор-врачу. И только в третьем случае мы рассматриваем уже ситуацию кома в горле, это как невротическое, как проявление того или иного невроза. То есть при таком состоянии лучше сначала сходить к эндокринологу, потом к лору, и если они ничего нам не говорят? Отсеять все. Сначала идем к эндокринологу, потом идем к лор-врачу, они ничего не находят, и тогда мы уже идем к психотерапевту. Причем мы должны с вами знать, что у демонстративных личностей, а что такое демонстративные личности, да, это личности, которые все время привлекают к себе внимание. Они не могут, а-а-а, они все время, а-а, мы в центре внимания, я, 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 для них слово мы вообще неизвестно, есть я, я и всегда я. И эти личности для них характерны вот три вещи. Давайте обратимся к доске. Итак, у демонстративных личностей первое, что очень главное, это страх перед порядком. Демонстративная личность всю жизнь ребенок, да. Вот есть женщины, которым 35-36, они все себя ведут еще как дети, да. И мужья им говорят, ну когда ты перестанешь быть ребенком? И вот потихонечку, потихонечку они взрослеют, но это происходит крайне медленно, потому что женщина демонстрант. Она все время должна привлекать к себе внимание, а для этого она должна быть все время молодой и красивой, да. Поэтому так часто пользуются услугами косметолога, в частности, да, потому что любая женщина хочет сделать себе ботокс, обколоть себе губки, убрать себе морщинки, солба из уголков глаз и прочее, прочее. Хочу быть вечно молодой. И, наконец, главная ценность для них – это свобода. И очень важный момент – это утраты надежды на заботу партнера. То есть, когда у демонстративной личности они понимают, что все, партнер больше, о них заботиться не будет, это может быть папа, это может быть мама, это может быть муж. И вот тогда у них возникает ком в горле, тогда они приходят к психотерапевту и начинают рассказать, «Вы знаете, я не могу глотнуть, я не могу сглотнуть, у меня ощущение, как тисками схватили их горло». Очень часто такую ситуацию ком в горле описывают при депрессии, причем депрессии соматизированной. Да, ну что такое соматизированная депрессия? Это люди, которые ходят по врачам. У меня это плохо, и врач ничего не нашел. Он пришел к терапевту, терапевт ничего не находит. Он идет к хирургу, он идет к эндокринологу, он идет к кардиологу, он обходит всех врачей, а у него ком в горле, вот он обходит всех врачей, и тогда мы говорим, что это соматизированное расстройство. То есть, психосоматика, то есть, человек сам у себя вызывает вот это ощущение, я хочу, чтобы обо мне заботились, поэтому у меня будет ком в горле. А это приступообразные ощущения? Приступообразные. Или они могут длиться по несколько дней? У всех по-разному. То есть, они могут длиться несколько дней. То есть, описывают люди ощущение, что постоянный ком в горле. Бывает, как только немножко понервничаю, вот ком в горле, который не проходит несколько часов, и мешает общаться, мешает выступлению, мешает переговорам, потом потихонечку проходит. Многие люди пытаются в этот момент пить водичку, да, они говорят, вот мы пытаемся пить водичку, но не помогают. И не должно помогать, потому что кома как такового там, то есть, физического тела там нету. Поэтому вы правильно говорите, продвигать нечего с помощью водички. Бывает амбивалентный конфликт разлуки, или мы говорим невроз разлуки, когда у человека...